здравствуйте дорогие друзья сегодня у нас будет урок здоровье расскажу такую вещь сегодня у нас были бури не только у нас на все по всей земле были бури солнечные 6 баллов очень-очень очень и многие люди это ощущали недомогание там на у старых людей особенно это сильно было выраженное что очень плохо и у нас семье тоже все неважно себя чувствовали а я совсем плохо себя чувствовал и даже есть не могла меня тошнило все время и я не понимала в чем дело погода такая была пасмурная и вообще ужас а я уже давно ну относительно давно изучаю китайскую гимнастику изучая разные точки которые облегчают жизнь скажем так да я я верующая в иисуса христа и я молюсь за больных и господь их исцеляет вся наша группа молится но иногда я считаю что можно себе позволить понажимать какие-то точки получить облегчение и сегодня я хочу рассказать вам об уникальнейшей точке которая называется лао гун лао тире гун переводится храм труда или дворец труда вообще этим словом иногда в китае жены мужей называют почему-то вот так лао гун жены мужей но мужья жен иначе там называют сейчас я покажу вам где находится эта точка и расскажу несколько упражнений и покажу как ее нажимать в особенностях дыхание и что она лечит при каких заболеваниях она помогает или при каких состояниях она помогает и вы просто ну поразитесь насколько эта удивительная точка она находится в центре ладони вот здесь вот здесь можно вот так сделать и где третий пальчик вот она как раз вот тут у меня третий пальчик это не нормально в общем вот здесь в самом центре самом центре она находится массажировать ее нужно и на обеих руках но если на левой руке массажировать эффективнее массажируется большим пальцем противоположной руки вот и сейчас о подробности расскажу и расскажу что эта точка какое воздействие она имеет на организм и так лао гун волшебная точка душевного равновесия точка расположена в середине ладони орган труда поэтому и сравнивается с дворцом труда лао гун относится к каналу перикарда который помогает регулировать работу сердца и считается ангелом хранителем сердца то есть эта точечка ангел хранитель сердца представляете лао гун считается одной из самых важных точек на теле человека потому что она отвечает за работу сердца массаж точки лао гун обладает целебной силой массаж этой точки улучшает кровообращение так как вы так вы простимулируете работу сердца что поможете при упадке сил слабости сердца и одышки массаж этой точки помогает улучшить настроение подавить истерию унять сердечную боль массирование этой точки улучшает работоспособность помогает взбодриться при сильной усталости поднять жизненные силы и улучшить энергетику всего организма точка лао гун позволяет нам восполнить потерянную энергию в результате нервного перенапряжения или при сильной физической усталости это удивительная точка она помогает одновременно и расслабиться и подзарядиться энергией она особенно эффективна для восстановления после болезни после длительных стрессов при продолжительном стрессе резервные возможности организма человеческого исчерпывается и наряду с беспокойством мы начинаем испытывать сильную слабость и упадок сил в этом случае нам поможет точка лао гун дворец труда еще называется храм труда использовать точку лао гун можно и в случае сильного сильного волнения и беспокойства например перед собеседованием или экзаменом если вы так напряжены что ладони становятся потными просто подавите на эту точку лучше на левой руке это эффективнее некоторое время подавите и вы вернете себе самообладание теперь как нужно массировать эту точку лао гун расслабим кисть удобно расположим руку и кончиком большого пальца другой руки начнем вращательные движения сконцентрированные в точке вот так вот массажируем по кругу можно в одну сторону и можно в другую сторону несколько раз там раз ну 10-15 может быть то есть круговые движения этой точки японской традиционной медицине для устранения и предупреждения чрезмерного нервного напряжения предлагается и другой вариант воздействия на эту точку лао гун называется это пальцевое упражнение эти упражнения будут полезны тем кто сдавая экзамены и прекрасно зная вытянутый билет не может связать и двух слов за столом преподавателя или кто делает доклад краснеет и бледнеет то никак не может сказать любимой девушке нужные слова для таких случаев пальцевые упражнения подходят идеально они удобны тем что их можно выполнять прямо за письменным столом не выходя из аудитории или из кабинета здесь два упражнения первое такое прижмите пальцем точку лао гун расположенную прямо в середине ладони противоположной руки нажмите на эту точку несколько раз но при этом здесь нужно обязательно следить за дыханием при нажатии на эту точку делайте выдох при ослаблении этой точки при ослаблении давления делайте вдох и старайтесь выполнять упражнение спокойно не торопясь смените руки нажмите также на точку на другой руке не видно да или видно я сейчас покажу как это делается значит при нажатии делаем выдох вот так дальше второй вариант еще одно упражнение его лучше выполнять за закрытыми глазами со спокойным глубоким выдохом не торопясь сожмите пальцы в кулак загнув вовнутрь большой палец затем ослабив усилия сделайте вдох и распрямите пальцы вот это лучше делать закрытыми глазами но я сейчас глаза не закрываю за записи тут сказано что эти упражнения очень эффективные их можно выполнять перед началом любого ответственного мероприятия а также перед тем как запоминать какую-либо информацию то есть эти упражнения улучшают память можно на эту точку лаугун еще другим способом воздействовать есть такие китайские шарики здоровья это просто круглые металлические шарики их можно заменить грецкими орехами и вот нужно значит они используются тоже на ладонь кладутся два шарика или два грецких ореха и начинают вот так крутить их крутить крутить и они поддерживают гармоничный баланс в теле человека целенаправленная стимуляция определенных зон с помощью орешков да может положительно влиять на все зоны тела на все зоны тела вот грецкие орехи успешно используются при этом в общем это это уже из японской медицинской традиционной медицины японской и двумя шариками или орехами делайте круговые движения вот два ореха вот два ореха мы кладем их в ладонь прижимаем и начинаем вот так вот крутить вот так вот крутить крутить вот так вот не знаю видно сейчас я посмотрю что там происходит вот сейчас вот так вот у нас кстати орехов не было вот так видите как крутить вот так вот а у нас на ладони множество точек аквапультурных точек которые так сейчас хотела бежать еще или которые за множество органов отвечают и таким образом когда вы крутите эти орешки рукой то ну как вам сказать образуется приток крови ко всем внутренним органам и к сердцу и ко всем другим тут и печень и мочевые пузыри все это очень очень полезно так что вот это последнее упражнение и мы активируем вот этим упражнением с орешками много точек связанных с внутренними органами а в частности точку логун в центре ладони вот такая удивительная точка я надеюсь что это не сложная информация для вас если что еще раз прослушайте для своих я кину информацию чтобы у них было может быть получится у меня весь этот текст ввести под роликом под видеороликом на ютубе я закачаю этот ролик вот и вы сможете прямо скопировать этот текст если надо себе там и ворде или где там тоже смотрите делать эти упражнения всем крепкого здоровья точка работает я на себе проверила всех благословляю до связи пока-пока будьте здоровы